и новая точила это супер точил обменивать заработанные тяжким трудом точила на мощное новое снаряжение осталось только выбраться живым всем доброго здоровьи и приятного сейчас кушать с вами юлия мишка всем привет сегодня будет новый угарная игрушка под названием райн стол давай немножко по сюжету точильная гора смрадная адская дыра где полно мерзких тварей и сверкающих точил парень что морозит там свои бугристые мышцы это жорж он каменолом у жоржа одна работа изничтожать гнусных гадин и вынести наружу побольше точил так вот путь к вершине этой окаянной горы очень долгий вперед короче эту игрушку как-то мы показывали после презентации игр нинтендо она по-моему есть на устройствах apple ну и собственно нинтендо и теперь в эпиках появилась точильные горы киш мякешит разноцветными гадинами и работа каменолома их уничтожать это мы начни с жоржа и проложи путь через все семь синих гадин вокруг него так короче играть мы будем с геймпадом фишка в том что мы можем по диагонали перемещать но здесь нужно все правильно сделать и самое главное продумать своих а за путаться так сейчас лишь надо еще вот это вода не все вот так и жмем кнопочку то есть надо подумать брутал брутал чугарный обычно жорж может проходить только через гадин одного цвета давай посмотрим что будет когда жорж одним заходом пробивает весь путь через 10 гадин такс это нам синеньких да бабах так как бы мне тут поаккуратнее сделать вот так наверное жалко что игрушки нет на андроиде многие отмечают потому что на довольно-таки такая залипательная да 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 смотри точила если путь достаточно длинные появится точила после прохода через точила жорж может переключить с ног один другого цвета попробуй то есть чтобы комбо так с кого-то мне начать зеленых полно давай он я жду заточил не доберусь стой да ты доберешься посмотри как я смотрю так дальше села радужный путь следующий можно выбрать гадина любого цвета жесть у нас тут 18 но я больше не могу наверно и так хорош и новая точила это супер точил менять цвет пути чтобы строить цепочки подлиннее создавая длинные цепочки чтобы получать больше точил обменивать заработанные тяжким трудом точила на мощное новое снаряжение осталось только выбраться живым такс а чуть я нас чувствую себя как будто рекламу точилой давай вот отсюда да реально мне надо как-то хорошо так вернуться потом красоте ночью ну давай вот так что ли что-то как-то слабо жиденько да а давай тогда начнем с чего бы с чего бы нам начать реально ну я не знаю ну давай с нижнего может хорошо сейчас и что ты не предлагаешь все тоже самое провернуть ну я могу конечно как-то вот так и что да не все ладно давайте пофигу как пойдет так и пойдет но это я но это не точно блин слушаю меня все запутываю вот это то что произошло давай вот так давай 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 ну все я упор с 11 это неплохо да что есть конечно мощно шинкует я бы сказал так чё у нас дальше когда ты выполнишь задачу уровня откроется дверь выхода на этом уровне тебе нужно уничтожить 55 гадин приготовься так хорошо 55 ну смотри самые простое синих да но мне так нужно будет вернуться хорошенько как вот я тут ладно или не ладно ну слушай я не знаю мне только тут наверх идти может быть вот так сделала блин ну я только вот ну максимум вот что могу ну давай вот так попробуем они сейчас опустятся вниз поближе и ты сможешь допустим на фиолетовых переключиться до или на синих на синих можно в синих вот я могу только и все дальше не сейчас зеленых рядом будет много 55 этим открыли дверь вот так как раз у выхода оказались я не могу он такой чел угарный открылась дверь выхода можешь выйти когда захочешь выстроив путь к двери а я там но чем дольше тут остаешься тем опаснее становятся враги постарайся выйти до того как получишь кей о иначе потеряешь все добыты до свидания я ухожу не так хорошо так нам четыре точилы игра рыба моей мечты так следующий почти что 3 в 1 ну кстати на самом деле механика вау какие они симпатичные клевая мне нравится она такая угарная одинаковые цвета это здорово но чтобы справиться с некоторыми штуковинами понадобится больше задора маленькое число в правом нижнем углу этого деревянного ящика означает его прочность а число надо курсором пути твоя сила атаки не меньше чем через трех гадин и до сундука прикольно слушать то есть мне нужно вот так и мухана дальше я не могу и ящику пришел конец и в нем доски доски о прикольно слушает ресурсы еще тихо 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 вот да ого еще дальше ну как вот неплохо на мозг лес и сейчас получим получим скорее всего кристалл это мясо и еще душе душе еще точил он валяется красного это гадина разозлилась и готова дать отпор так если путь жоржа закончится на одном из этих опасных красных квадратов на него нападут круто убивай злобных гадин или чё-то там бегай ну и в общем чтобы радиус атаки всех злобных врагов увидеть нажми такую-то кнопку а он такс это вот прикольно прикольно так лишь но у нас смотри чего мне только снизу я могу тут всех расколбать смотри так а ты не обязательно можешь на ней останавливаться а я сейчас смотри и вот сюда ой такая чем не тут куда вот я сейчас так ты можешь точилу точилу если и продолжить на самом деле на красный за 12 неплохо да 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 все поехали сейчас будет мясо клёво да хорошо то формы на еще одна точила и залива выход на 2 до пробиться к нему видишь ой ну это на самом деле легко сделка наверно камень так как сказать легко да нелегко а ты зачем вниз пошел сейчас ты поймешь сейчас увидишь ход моих гениальных мыслей вот сюда думаю как аккуратно пройти сюда ну ладно пофигу я могу вот тут пройти и у так все до свидулечки снизу конечно ладно сундуки при появились какие воды каждый вычего новых а нет все те же так 25 надо уничтожить смотри клад но добраться до этих сокровищ будет не просто начнем с того что нужен ключ похожи он у этой гадиной, уничтожь ее, и Жорж сможет забрать клад. Так, ну что, Жорж, давай поработаем. Так, смотри, мы можем на фиолетовых. Смотри, прям такую. Сейчас мы нормально тут цепочку выстрелим. Комбятину, так скажем. Ну тут уже дальше я никуда не залезу. Видишь, через одного я не наступлю. Давай, 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 все. Так что поехали. У них такие вкусные эти кусочки еще разлетаются. Какие-то мармеладки или арбузинки. Вообще, ого, злобыши. Такс, у нас одно точило вот здесь есть. Но с чем начать? Мы можем через фиолетовые все-таки пробраться. А куда? Вниз, пока вот сюда. Ну только так. Да. А потом пойдем за желтыми сейчас. За ключом. Ага. Наверное, нет? Ну... Давай вот... А, здесь. Здесь тут прервется. Только так могу. Ну да, давай. Ну я смотри, могу взять... Ой, зачем? Так, а ключ-то вот здесь, снизу. А, ключик, ключик. Да, нам ключ точно нужен, Миша. Понял. А как я доберусь, по-твоему, ключик? Отсюда, вот. А, все. Я... Хорошо. Немножко. Ну тут получается... Ну, так, но самое главное, мы ключ сейчас заберем. Так, ну я здесь... Блин, их все больше и больше опасных становится. Так, кстати, чем дольше. Ну, нет, дольше, когда откроется дверь. Сейчас пока не это. Так, смотри, мы сейчас по зеленым так нормально вдарим. И прям туда. Да, это правда. Вот вот здесь. Так, сейчас мне нужно правильно путь проложить только. Так. Сюда. И сюда. И вот. Отлично. И к выходу. Слушай. Ну да, ладно, давай так. Что? Сюда? И вот. Сюда? И вот. Отлично. И к выходу. 116. А, типа, вычтется мощно, что ли? Ну ладно. Так. И дверь сейчас откроется сразу же. Мы сокровище-то взяли, да? Все собрать, да? Да. Не злитесь. Ну все, мы можем на выход. Мы можем просто выйти. Отправляться. Но сейчас. Я... Ой, не-не, какой ход пропустить? Ты что? А что ты хочешь? Да врезать напоследок и уйти снова. Так, сейчас. Сейчас. Блин. Сейчас, сейчас, сейчас. Я не хочу просто. А тебе не проще, Миш, не так сделать? Смотри, ты на зеленого, а потом идешь по фиолетовым вниз. Нет, вот сюда. Вот так. Ага. Потом переключиться, например, на зеленых. И... А, и все. Блин, я на самом деле-то выгодно стою там. Рискнуть может? Ну давай, я рискнул. Мне просто интересно. Может быть, чревато для нас. Но... Видишь, у нас совсем точил нет. Так. Такс. Сейчас, мы подберемся чуть ближе. Видишь, опасности здесь нет. Окей, окей, ладно. А тут сейчас просто рубанем вот этого последнего. Кто бы он ни был. И на выход тут же. Желтого. Все, они все опасны? Нафиг. Все, уходим. Видишь? Лишнего не помешало. Кстати, вот эти точилы, которые на карте остались, я так понимаю, собирать не обязательно. Они видишь автоматически. Да-да-да-да-да-да. Что у нас тут спрятано? Так. Ну, а надо самому бить, прикиньте. Чертеж. Интересно, для чего все это у нас. Не прикольно, что ресурсы нужны для того, чтобы... То есть, для чего-то? Наверное, крабуют. Так, чертеж? Я их уже сто лет не видывал. Нужно отнести его в корчму. Так. Интересно посмотреть. Прям игруха. Ого-го-го. Вау. Добро пожаловать в корчму, воющий волк. Именно здесь толкутся все чокнутые. Ну, да ладно, они ведь вполне дружелюбны. Лавочник расшифрует тебе этот старый пыльный чертеж. Его лавка на первом этаже. Загляни в гости. День добрый. Меня зовут Нифр. И это моя лавка. Единственный на тысячи миль вокруг продавец добротного снаряжения для борьбы с тварями. Похоже, тебе удалось раздобыть чертеж. Позволь-ка... Так, изучить. Хм, деревянный щит. С его помощью Жорж будет блокировать все атаки в конце хода. Не спеши уходить. Теперь его нужно изготовить. Для этого понадобятся материалы из глубин точильной горы. У нас есть. Похоже, у тебя их уже хватает на этот щит. Нажми изготовить, чтобы создать предмет. Отлично. Осталось снарядить эту штуковину. Ты можешь забирать с собой до трех единиц снаряжения. Если понадобится, возвращайся и выбирай взамен другие предметы. Скорее всего, понадобится. Лучшие каменоломы понимают, что в разных ситуациях нужно разное оснащение. Итак, выбери свой новый щит, а затем одну из трех ячеек для снаряжения. Вот и все. Покупка и ремонт приличного снаряжения – ключ к вершине этой гибельной горы. Не забывай возвращаться, если найдешь новые чертежи или захочешь сменить снаряжение. Окей. Так все стильно еще сделано. Я прям ваше фото игрухи. Слушай, тут еще бар какой-то. Точильная гора, это тебе не шуточки. Будь осторожнее, не то перемолят в кашицу. Так, это мне можно видать... Так что, я больше ничего не могу сказать. Понятно. Видимо, я рано туда завалился. Да. Ну, зато у нас теперь есть щиток. Слушай, это классно. Похоже, ты начинаешь набивать руку. Можешь оглядеться вокруг. Ого. Ты смотри на карте еще. Как будто бы сари какие-то будут. Нет, это не мы. Явно. Ну-ка заглянем теперь. Класс. Посмотрим, что у нас теперь с щитом какая будет. Игруха вообще бомба просто. О-о-о-о. Так, ну здесь тридцатка. Какие у тебя любимые монстры по внешнему? Так, теперь пора пустить этот щит в дело. Так, нажимай РБ, чтобы выбрать щит. И затем А, чтобы активировать. Меня прикалывают желтенькие. Они угарные такие. Ого, у нас там доски. Хорошо, когда щит активен, Жорж заблокирует все атаки в конце хода. Угу, все. Мне почему-то красный прикалывает. Любое снаряжение можно применять только определенное число раз на уровне. Снаряжение применяется по окончании твоего хода. Если передумаешь, можешь отменить выбор снаряжения. В игре можно изготавливать и применять немало уникальных и мощных снаряжений. Так что ищи новые чертежи. Так, я ведь могу отменить. Блокируют атаки на один ход между боями. Ну ладно, оставлю. Миш, давай на синих, наверное, отправимся. На синих? Вот сюда. Их больше, смотри. Ну ладно, их тут не то, что больше. Их тут дофигища. Причем я сделаю вот так. И расшибу все нафиги. Знаешь даже, как сделаю? А тебя камни не пришибут, надеюсь? Нет, камни-то, по-моему, не подбинут. Как бы выйти так вот, чтобы вот в синих. Ну ладно, может быть, я пропущу. А вот? И вот сюда, в синих? Нет, вот видишь, один ящик остался. Ну ладно, потом его разобьем. Ну да. Он сейчас будет мясо, да. Ой, я только не смотрел. Злых-то нет вроде? А, да нет вроде. По ним видно, у них рожи злые. Я просто щит отключил. Они, видишь, горят. Я не совсем понял, щит у меня используется тогда, когда я попадаю. Ну как бы, ну сейчас я его отключил, естественно. Можно оставить лампу. Разберемся заодно. Нам нужно забрать деревяшки. Сейчас мы желтенькие. Хорошо бы, Миш, на красных. Сейчас поймешь, что. А, ты хочешь кристалл использовать. Я вот выйду на красных. Да, но... Тут мне не особо выгодное положение в целом. И обратно. Ну давай, окей. Сейчас посмотрим тут по поводу щита. Да, вот он щит использовал. Это на самом деле без толку, так как меня никто не атакует здесь. Я понял, как теперь предметы. Они теперь будут перезаряжаться. Так, ладно, красных полно. Ой-ой-ой, ничего подобного. Мы можем на самом деле... Так-так-так, мысли. А, вот, слушай, здесь кристалл есть. Так. И дальше на желтых типа, что ли? Ну да, смотри, сколько тут. Вот сюда и вот сюда. А слушай, нас вот этот... Давай сбежим вот снизу чувака. Блин, тут все... Вот надо бы остановиться вот здесь. Вот здесь нас никто не тронет. О, вот, давай-давай-давай-давай. Все, сейчас дверь откроется. Развалили, так развалили. Ну, если бы мы сейчас, ну, как бы... А стоп, здесь сокровище. Должно выпасть, скорее всего. Вот. И где ключ? Ага. Ключ снизу. Ну, тут же стянка, я могу сказать. Так-с. Здесь нету, да, этого... Стой, смотри. Никакого кристалла. Сейчас мы как раз вышибим этот ключик. И причем мы сейчас все погр... Блин, нет. Вот так. Да. И вот так. Отлично, супер. Больше никуда не можем, и это, ну, не... Все, нормас. Нормас. Ключ у нас открылся и забрали. Теперь нужно выбраться. Аккуратненько. Кристалл есть по дороге, если что. Ой, да все, на выход. Через желтых. На язычах. А, Миша, а можно вот так, стой. Пожестче? Пожестче, конечно. Вот сюда, вот так, вот так, вот так. И, короче, я Мишке тут рисую проход. И на выход. А можно вот так, да. Даже еще одного зацепим. Так, у нас аж пена изо рта пошла. Все. Я не могу реально над его рожей. Ну, кстати, видно, что у нас три жизни. Пока мы, конечно, это легко справляется. Мизинцы над стол. Но явно враги потом, скорее всего, будут помощнее. Да, конечно, чертежно. О, класс. То есть можно в корчму вернуться и посмотреть, что у нас будет. Но это в следующий раз, если он наступит, ребят. У нас, видите, новое задание. И ежедневная резня. Так, ладно, ребят, на этом мы закончим. Если хотите игрушку, голосуйте, пишите в комментариях про нее. На хорошем настроении. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok